Всем привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про гидролаты. Гидролаты появились в косметологии относительно недавно, как альтернатива эфирным маслам. Потому что не каждое эфирное масло можно в неразбавленном виде наносить на кожу. Обычно нужно использовать базовые масла и смешивать. Ну вот, а гидролаты обладают теми же свойствами, что и эфирные масла практически. И можно наносить их на кожу в неразбавленном виде. Если говорить простыми словами, то гидролат это дистиллят. Водный пар проходит через растение, насыщается его полезными свойствами и веществами и выпадает в осадок. Собственно, это и является гидролатом. В нашей косметической линейке на данный момент представлено 7 гидролатов. Это гидролат цитрарий, с которого все началось. Как-то нам один подписчик написал, что было бы неплохо попробовать гидролат цитрарий. Мы подумали и поняли, что в наших силах это сделать, это возможно. И вот с этого начались наши гидролаты. Также у нас есть гидролат укропа, ромашки, лаванды, розы, апельсина. И сейчас я вам расскажу про каждый гидролат. Чем же они отличаются друг от друга и какими полезными свойствами обладают. Итак, гидролат цитрарий. Наш первый, самый любимый гидролат. Очень хорошо он подходит для всех типов кожи. Потому что в цитрарии, ну и впоследствии в гидролате цитрарии много витамин. Витамин А, витаминные группы В, К. И порядка 10 микроэлементов, которые очень благоприятно воздействуют на кожу человека. Помогают они в борьбе с морщинами. Также против акне, постакне. Очень хорошо подходит для жирной кожи. Способствует регенерации клеток и обновлению кожи. Поэтому рекомендуем его, в принципе, для любого типа кожи. Очень хорошо увлажняет и питает. Гидролат розы очень мягко воздействует на кожу. Сама по себе роза очень мягкий женский цветок. Она хорошо разглаживает морщины. Очень хорошо питает кожу. Подходит для ежедневного применения. То есть ее даже можно несколько раз в день, ею можно опрыскивать лицо или волосы. Придает волосам блеск, разглаживает. И стимулирует регенерацию клеток кожи. То есть способствует кожному обновлению. Гидролат лаванды. Подходит для всех типов кожи. Очень хорошо подходит от ожогов. Замедляет процессы старения кожи. Обладает регенерирующими и заживляющими свойствами. Способствует лечению всех кожных заболеваний. В том числе ожогов, постакне, пролежней, экземах и ранах. Гидролат сосны. Особенность гидролата сосны в том, что он улучшает кровообращение. Поэтому эффективен при выпадении волос и целлюлите. Помогает устранить отеки, если распылять гидролат на лицо, либо делать аромалет. То есть можно гидролат замораживать и потом протирать лицо льдом. Также хорошо улучшает регенерацию клеток. И будет сужать поры, если у вас жирная проблемная кожа. Очень хорошо тоже помогает от акне. Особенность гидролата укропа в том, что он очень хорошо разглаживает кожу. Применяется при устранении пигментации кожи благодаря легкому осветляющему эффекту. Хорошо питает кожу, увлажняет. Очень хорошо и актуально именно в летний сезон. Потому что кожа немного пересыхает. Он будет хорошо увлажнять. Также снимает усталость после тяжелого рабочего дня и снимает отеки. Гидролат ромашки, ну как и сама ромашка, известна своим заживляющими действиями. Она является сильным противовоспалительным, обеззараживающим средством. Хорошо заживляет ранки, порезы. Также можно использовать детям в качестве примочек от покраснений. Если распылять гидролат ромашки на волосы, будет способствовать восстановлению волос, разглаживанию. Также гидролат ромашки применяется при аллергических воспалениях кожи и заживляет мелкие трещины. Гидролат апельсина. Я думаю, многие знают про лечебные свойства апельсина. Но все-таки, думаю, стоит о них сказать еще раз. Апельсин очень подходит хорошо для жирной кожи. Он сужает поры, регулирует выделение кожного сала. Очень хорошо придает блеск кожи. Также придает коже сияние и мягко осветляет ее. Также интересный факт, что именно гидролат апельсина любят использовать для ароматизации белья и воздуха в помещении. Друзья, и бонусом я хочу вам показать один из наших дистиллятов. Это наша крошечка, самый маленький дистиллят. Он рассчитан всего на 1 литр, потому что помещается в этот отсек для сырья. Сюда помещается как раз килограмм сырья. А на 1 килограмм сырья 1 литр гидролата получается. Смотрите, сюда загружается вода. Здесь вот есть градусник. Когда стрелка близится к сотне градусов, пар поднимается в этот отсек. Вот тут проходит через сырье. Будь то цветы лаванды, ромашки, розы, лепестки. Потом по трубке пар проходит в холодильник. К холодильнику подключена холодная вода. Вот сюда она заходит, вот тут выходит. Он тут охлаждается и выпадает осадком, как я вам и, собственно, рассказывала. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось это видео. Буду очень рада вашим лайкам, комментариям. Всем спасибо, всем пока.